Немножко поговорим о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. Очень много все оживилось, большая волна накатывает, я так понимаю, поднятая Российской Федерацией в плане того, что мир в обмен на территории. Франция с Китаем пытаются там какой-то план нарисовать немедленного прекращения огня. Мы с вами обсуждали президента Бразилии, который там собирает какую-то когорту, которая там немедленно... Но в любом случае, еще раз повторюсь, это российский нарратив. На единственные условия переговорного процесса это полный вывод российских войск с территории Украины. Никакого прекращения огня, только вывод войск. Иначе цели войны не будут достигнуты и мы получим с вами еще один этап войны. Он будет намного хуже, чем текущий. Итак, но для того, чтобы этого не было и чтобы наше контрнаступление было более удачным и максимально достигло тех целей, которые мы перед ним ставим, перед этим наступлением, наши партнеры продолжают передавать нам вооружение. Но то, что три комплекса Патриот пришли и стали на боевое дежурство, это уже позитивно, положительно. И Ристэ комплекс пришел, это я вам напоминаю просто. Кстати, одна из версий была, что вот эта вспышка над Киевом это уже работа Патриота. Нет, не было слышно взрыва, так что это не Патриот. И Патриот не светится таким ярко-зеленым светом. Так вот, Дания и Нидерланды совместными усилиями решили поставить Украине еще 14 танков Леопард-2. По меркам натовским стандартам это еще одна танковая рота. У них вроде 14 танков. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании и исполняющий обязанности министра обороны Дании во время заседания Совета по вопросам международной политики. Они сказали, что это дополнительные усилия правительства и народа Дании, потому что мы же понимаем деньги налогоплательщиков. Но тем не менее, Дания и Нидерланды совместными усилиями передают нам еще одну роту танков. Причем это будет отмечено было, что это будет сделано на ближайшее время. Так как согласие Германии на передачу танков Леопард-2 уже у них имеется. Далее, интересное событие происходит на Дальнем Востоке. Я вам говорил, что Российская Федерация начала внезапную проверку, ну они начали учение, но она в принципе проводится как в форме внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота. Самый большой, самый старый флот Российской Федерации, который достался в принципе в наследие от Советского Союза. Несколько пополнений флота за последние 30 лет составили несколько подводных лодок. Да, они все атомоходы, две ракеты, точнее две лодки класса Борей, это атомные подводные ракетоносцы и ранее там был целый парк атомных подводных лодок. Так вот, что самое интересное, что такие корабли, как флагман флота, например, адмирал Лазарев, тяжелый атомный ракетный крейсер, он оказывается находился на консервации. То есть на нем даже не было экипажа, а у них там роль флагмана ракетный крейсер «Варяг» исполнял. Но по данным Министерства обороны России был поднят весь флот и выведен в море. Не знаю, снимали они с консервации или нет, скорее всего нет, потому что для этого нужен экипаж и это не дело нескольких часов. Так вот, в чем загвоздка. Сегодня идет уже завершающий этап учений, но вчера пришла весть, флот остался без командующего. Вот такие вот результат учений. Командующий, как в Советском Союзе говорили, когда надо было снять с должности кого-то, говорили, в связи с заслугами переводится на вышестоящую должность или на другую работу. Так вот, командующий вывел флот по тревоге в море, а сегодня он уже возглавляет патриотическое движение по воспитанию молодежи. Вот так вот повысили адмирала. Значит, это очень хороший признак. Это говорит о том, что, видимо, на флоте не все так хорошо. Не все корабли смогли, может быть, выйти, а может быть, и справиться с выполнением поставленных учебно-боевых задач. Так что, в Тихоокеанском флоте сняли командующего в Российской Федерации. Посмотрим, кого поставят взамен. И следующая новость, это в Украине, в Киеве сегодня генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, посетил Киев. Ну, скажу так, что НАТО, это политический визит, это показывает о том, что НАТО полностью на стороне Украины, поддерживает его. Что бы там ни заявляли отдельные члены, все равно принцип единогласности никто не отменял. И та же Венгрия, как бы она ни брыкалась, она все равно поднимает руку и голосует за те решения, которые принимаются в пользу Украины. В том числе. Да, они там целый ряд заявлений сейчас опять делают, что Россия партнер, а Соединенные Штаты друг. И они хотели бы и Россию другом сделать, но вот, к сожалению, не могут пока что. Поэтому вот этот визит Йенса Столтенберга говорит о политической поддержке сбоку Североатлантического альянса. Я не думаю, что они что-то на... Он, скорее всего, как говорят, с пустыми руками в гости не ходит, поэтому подарки, конечно же, от НАТО будут, но это, скорее всего, будет гуманитарная помощь и какие-то материально-технические средства. Почему? Потому что НАТО максимально, как блок, как военно-политический блок, они максимально дистанцируются от этого конфликта. И я хочу напомнить, сразу развейте сомнения, чтобы вы даже не сомневались, НАТО, как военно-политический блок, не передало Украине ни одного патрона. Я уже не говорю о пушках, танках, самолетах. Нет. Ни одного патрона. Они передавали медицину, они передавали топливо, они передавали пайки, вот такие вот гуманитарную, оказывали только гуманитарную помощь. Но из числа первых заявлений Столтенберг сказал довольно хорошую фразу, которая звучит примерно так, что большинство членов Североатлантического альянса видят Украину в составе НАТО. Это очень приятно слушать и это говорит о том, что нам меньше будет головной боли в плане поиска системы коллективной безопасности после нашей перемоги над российскими оккупантами. Посмотрим, как оно будет воплощено в жизнь, но тем не менее, Йенс Столтенберг сегодня в Киеве посещает Бучу, посещает выставку разбитой российской техники, которая постоянно действующая в центре Киева происходит. Ну и делает вот такие заявления в наш адрес. Далее, не прошло и года, как говорится в поговорке, позавчера Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. Об этом заявил Пентагон. Ну, я скажу так, это уже стали, наверное, такие по расписанию плановые пакеты помощи. И когда сумма пакета помощи меньше миллиарда, мы прекрасно понимаем, что это боеприпасы. Так оно и звучит. Туда войдут дополнительные боеприпасы для ХИМАРС, артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия, мины и противотанковые средства. Это если брать основные. Я думаю, что в ближайшее время появится полная раскладка перечня этого пакета, и я вам ее доведу. Но вот тут интрига может быть. Может быть. Почему? Потому что давно стоит этот вопрос. Тут написано дополнительные боеприпасы для ХИМАРС. А я напомню, что ракета Атакум с оперативно-тактической, с дальностью пуска до 300 километров, она входит в боекомплект системы ХИМАРС. Поэтому я ничего не хочу забегать вперед, не загадываю, но тем не менее надежда теплится в душе. О том, что они там тоже могут быть. Поэтому подождем раскладки, что там входит в этот пакет. Но пакет помощи уже выделен, и об этом уже официально объявлено. К сожалению, надо констатировать, что Российская Федерация получила новую партию шахедов от Ирана. И, скорее всего, они уже применены. Вот этот последний налет, который был, особенно Николаевщина и Одессина, там было определено, по обломкам этих шахедов было определено, что они из новой партии. Мы же все отслеживаем. Каждый номер серийный, каждую железячку, это все собирает, подбирает, и все идет, документируется. И мы прекрасно понимаем эту ситуацию. Иран продолжает поставлять шахеды, ну я так понимаю, это в рамках той договоренности на 1700 дронов, которое было достигнуто еще в начале, точнее в летом прошлого года. Вот эти поставки до сих пор продолжаются. К сожалению, тоже еще не совсем хорошая новость о том, что Франция мутит воду, и все они там никак не могут определиться, как использовать компенсационную выплату со стороны Европейского Союза по поставкам боеприпасов. Из-за этого задерживают эти поставки. Основной момент, Франция вступила в спор с Польшей, какие виды боеприпасов будут компенсированы Европейским Союзом. Это имеется в виду те, которые должны быть переданы нам. И какие закупки этих боеприпасов будут компенсироваться. Основной момент спора состоит в том, насколько ограничат деньги для производителей из Европейского Союза, и включат ли компании из таких стран, как США и Великобритания, в перечень компаний, покупка боеприпасов у которых будет компенсироваться с этого миллиарда. Франция хочет сохранить деньги в пределах блока, чем раздражает некоторые страны. Ну, французы пошли просто поперек. Всех все устраивало, кроме Франции. И сейчас начались переговоры, и на следующей неделе переговоры будут продолжены. Ну, надеются, что они достигнут консенсуса по освоению этих денег, которые выделены на компенсацию поставок боеприпасов Украине. Это, кстати, речь идет о том миллионе боеприпасов, дополнительном миллионе боеприпасов, которые Европейский Союз хочет поставить нам для ведения боевых действий. Но, тем не менее, конечно же, обидно, что задерживается, что вот так Франция себя ведет непорядочно, мягко говоря. Но, с другой стороны, вы видите, мы совсем без снарядов не остаемся. Есть еще поставщики, кроме Европейского Союза, которые нам поставляют боеприпасы и, тем самым, обеспечивают работу нашей артиллерии на линии фронта. Ну, и вишенка на торте сегодняшнего военно-политического обзора будет это завтрашнее заседание в формате «Рамштайн». Завтра оно состоится, и мы будем настаивать на том, чтобы нам предоставили новые, точнее, нам предоставили ракеты для систем ПВО, в основном советских образцов. У нас возникает, ну, еще не дефицит, но, тем не менее, я так понимаю, запасы этих ракет заканчиваются. А ракетные удары, и в том числе и массированные ракетные удары, угроза их не сохраняется. Их сохраняется, и, судя по тому, что уже месяц не было массированных ракетных ударов, Россия могла выпустить где-то до 50 ракет. Мы ожидаем, что, возможно, к концу месяца или ближе к майским праздникам может быть произведен очередной ракетный удар по территории Украины. Ну, мы усилили немного ПВО за счет западных образцов, но, тем не менее. И советские системы ПВО надо чем-то пополнять. Ракеты есть у наших партнеров, потому что у многих есть на вооружении эти комплексы. Кто-то даже их производит, эти ракеты, для этих комплексов. Так что, я думаю, что этот вопрос решится. Ну, вообще, конечно, многие возлагают надежду на то, что этот «Рамштайн» станет ракетно-авиационным. Почему? Потому что опять будет подниматься вопрос передачи нам авиации, особенно западных образцов. Опять будет подниматься вопрос передачи нам дальнобойных средств огневого поражения противника, а это имеется в виду оперативно-тактические ракеты с дальностью 300 километров, а может, 150-300, а может быть, и более километров. Так что, посмотрим. Есть предположение, что, помните, да, что в январе месяце «Рамштайн» был танко-артиллерийский. Там решался вопрос поставки нам тяжелой техники, и в основном мы переживали танки. Дадут, не дадут, все надеялись, танки дали. Потом в февральский, все ждали, что февральский «Рамштайн» станет ракетно-авиационным. Но, к сожалению, он таковым не стал. Он вообще как-то прошел так более-менее тихо, спокойно, без особых сенсационных заявлений. Так вот, есть некоторые ожидания, что апрельский «Рамштайн» может стать ракетно-авиационным. Насколько? Завтра уже к вечеру будем кое-что знать. А послезавтра уже итоги будут окончательные. Ну что ж, вот такие вот военные и военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok